Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok а иногда и просто издеваюсь над фильмами. И сегодняшний плахбастер это фантастическая лента родственников Вачовски вставить шутку про перемену пола «Восхождение Юпитер». По традиции сначала мое личное мнение об обозреваемой ленте. Мне фильм не понравился. Потому что, я повторюсь, он сделал все не так. Нет, я не говорю, что рецепты всех девчачьих фильмов идеальны. Нет, это набор клише, от которых тошнит. Невзрачная бесхарактерная героиня, красавчик, запретная любовь на фоне необычных событий и все такое. Отстой. Но, увы, это работает. И эта схема приносит деньги, даря нам относительно нормальные ленты и весьма поганые. Присутствуют ли все эти элементы в фильме Вачовски? Да, в наличии. Но сделано это было далеко не самым лучшим образом. Так что даже целевой аудитории фильм пришелся не по вкусу. Давайте смотреть. Фильм почему-то начинается с рассказа о родителях главной героини, которые, сюрприз, оказываются русскими. Кроме того, живущими в Питере. Мои родители познакомились в Санкт-Петербургском университете, где отец преподавал астрофизику, а мать прикладную математику. Мама влюбилась в отца после встречи на берегу Невы, где он замерзший до блусмерти смотрел на звезды. Сегодня все небо заполнено мириадами чудес. Во-первых, чистое небо в Питере? Вы смеетесь? Большую часть времени Питер выглядит примерно вот так. Когда полстраны наблюдали частичное солнечное затмение, ну, либо же полярное сияние, у нас на небе была примерно вот такая картина. И даже если и было чистое небо, то звезд на нем практически не видать. Это же мегаполис, черт возьми! Слишком светло! За город надо выезжать, за город! Тогда звездное небо, в принципе, видно даже очень хорошо. Благодаря дебильнейшему, при этом абсолютно ненужному закадровому голосу, мы узнаем, что это всего лишь подводка к необычному имени главной героини. Юпитер. Наша красавица, Юпитер. Только через мой троп ее будут звать Юпитер. Но тут к ним в квартиру врываются какие-то люди. Потому что в России так принято. Вооруженное ограбление мордоворотами в кожаных куртках? В инкассаторской машине было недостаточно денег? И вы пришли за недостающей суммой в квартиру астрофизика и преподавательницы математики? Вы рассчитывали там хорошо поживиться? Ну и что тут у вас? Одно барахло. Ни драгоценностей, ни видика. Нет, только телескоп, пожалуйста. Не забирайте телескоп, прошу вас. Да, в России убивают даже за телескопы. Это еще что? Я помню был случай, как одного профессора из-за астролябии пришили. Барварская страна. Именно поэтому брюхатая маманя сбегает из нее. И в процессе иммиграции на каком-то контейнеровозе в одном из контейнеров она рожает ребенка. И где-то посреди Атлантики она вытолкнула на свет божие меня. Тушься! Тушься! Что? Блин! На что это я смотрю? Ладно, опустим тот факт, что за одну короткую сцену создатели умудрились порядочно извозюкать клюкву о России в говне. Перед нами ведь девичья фантастика. Мало того, что нам показали весь этот стереотипный ужас с рождением ребенка и прочей херней про Россию. Так еще и подали персонажа так, что ассоциировать с ней себя не захочет ни одна девушка. Ненавижу свою жизнь. Смотрите. Героиня с необычным именем эмигрантка. Не учится в школе или колледже. Чистит туалеты. Живет с семьей мудаков. Имеет довольно дикую предысторию. Кто захочет быть ею? Золушка, мать ее, давно уже не в моде. Даже диснеевцы это поняли и выпустили фильм, где у Золушки наконец-то появился более приемлемый для сегодняшних дней характер. Итак, основой в девичьих фильмах является персонаж-девушка, которая может быть либо окном в фантазийный мир, либо той, кем зрительницы хотели бы стать. Окном в фантазийный мир является Белла из Сумерек. Она бесхарактерна и ведома. Она совершенно пуста внутренняя и не обладает какой-то жуткой предысторией. Обычная школьница. Поэтому зрительницам или читательницам легко на ее месте представить себя. Ко второму типу относится Китнес из Голодных Игр. Целеустремленная, храбрая, самоотверженная, сильная и эмоциональная героиня. Многие хотят быть ею, поскольку она представляет из себя некий идеал сильной девушки. Главная героиня восхождения Юпитер, Юпитер Джонс, сыгранная Милой Кунис. Мне всегда казалось ее имя каким-то пошлым. Так вот, она ни то ни сё. Поэтому я думаю, что девушкам такой персонаж пришелся далеко не по вкусу. И демонстрация родов где-то в дерьме не добавляет плюсов этой героине. Так же, как и ее семейка. Мы и так пашем, как лошадь. Да ничего не поделаешь. Кушать всем хочется. Кто бы говорил, капиталист хренов. Погодите-ка, а можно включить это? Прочистить кишечник? Отлично, я прочищу мой. Вот так, теперь мой кишечник чист. А теперь снова это. Мужики не любят шибко умных. Прекрати оскорблять мою дочь, а не то я тебе этот драник заняту за пуху. Хватит. А теперь снова это. Если кто-то хочет в Чикаго, пусть едет на машине. Я не буду машина в Чикаго. Тогда пойдешь пешком или поедешь на велосипеде. И еще раз вот это. Неделю просраться не с чихра. И опять это. Мы пытаемся нормально поесть, перестань выпускать газы. Как тебе не стыда, надеюсь, твоя задница превратится в шабу. Хватит, никто не хочет слышать твою пуху. И еще раз. Заткнись. Прекрати. А ты мне рот не затыкай, сучка. Тише, бабы, успокойтесь. Да, теперь все ясно. Их всех должен был играть Эдди Мерфи. Кроме всего прочего, вот этот вот мудак хочет сторговать яйцеклетку своей сестры. Блин, это звучит даже мерзко. Вы чего курили, Вачовски? В какой вселенной шутки, основанные на этой теме, можно назвать смешными? В какой семье подобные взаимоотношения между братом и сестрой в порядке вещей? Стой, погоди, один вопрос. Почему ты получишь 10 штук, а я всего 5? Это ведь мои яйцеклетки. Ха, это капитализм, пупсик. Дерема сливается вниз, а Пабло поднимается вверх. Поздравляю, Вачовски. Вы переплюнули самого Майкла Бэя по уровню пошлости, отвратности и тупости. Благодаря всего одному диалогу. Одному диалогу. Ну, еще и вот этому. Тушься! Тушься! Молодец! Кстати, вырученные деньги Юпитер собирается пустить на телескоп. Что с этой семейкой не так? Этот из-за телескопа умер, а этот собирается продать яйцеклетку ради телескопа. Эээ, видимо, это такой культ. Телескопианство. Слава Линдзе! Параллельно с драмой о продаже яйцеклетки разворачивается какой-то цирк уродов. Фрики разного калибра сражаются между собой в переулке, используя какие-то магические технологии. У нас наука и магия это одно и то же, по сути. Глядя на эти сцены, зритель чувствует себя примерно вот так. Но нам пока не до фриков. Юпитер ложится на операционный стол. И вот тут начинается процесс смешивания идиотского фильма о русской чистильщице унитазов с тем самым фрик-шоу. А нахера эти волшебные штуковины с антигравитацией? Они что, пробу так взять у нее не могли? Но тут врывается Ченнинг Татум с эльфийскими ушами, один из участников перестрелки в переулке, и укладывает лже-врачей, которые оказываются теми самыми классическими большеглазыми пришельцами. Вы пришелец? Для тебя конечно. Вам нужны анальные пробы? Нахрена мне сдались ваши жопы! Что? Итак, фрики с крутой техникой, эмиграция, продажи яйцеклетки, телескопы, унитазы, Ченнинг Татум с эльфийскими ушами на летающих ботинках. Кроме того, еще показали каких-то царственных особ, ведущих беседу видимо на другой планете. А теперь еще и серые пришельцы с большими глазами. Вам не кажется, что это уже каша? Такое ощущение, что в Ачовске хотели сделать сериал. Да тут события и различные хрени уже на полсезона. Ну а в девчачьих же фильмах должно быть все просто. Должна быть какая-то тайна, но она должна быть простой. И вообще, даже парням неинтересна культурная отсылка к классическому виду серых пришельцев из 70-х годов. С чего вы взяли, что девушкам это будет интересно? Хрень все это! Ты цела? Кто ты такой? Кирин Вайс, я помогу тебе. И он здесь ее любовный интерес? Опять же, с ним Бачовские явно не попали в ту целевую аудиторию, в которую метили. Но разве могут девчонки сохнуть по этому ушастому мордовороту? Ну да, могут. Но только в этом фильме он телесами не трясет. А вот герой-любовник из него получился весьма посредственный. Ну ладно, пойдем дальше. я решил тебя это взбодрит, когда проснешься. Что? Пистолет. Нет, спасибо. Мне, пожалуйста, просто кофе. Чтобы от него был толк, сними с предохранителя. Профессионал берет ЗФ один и сразу спрашивает, зачем там снизу красная кнопка. Конечно, дико слышит Терсием и жителям других неразвитых миров, что их планета не единственная обитаемая во всей вселенной. Значит, ты пришелец? Генно-модифицированный человек. Они мою ДНК соединили с существом, похожим на волка, я ли контант. Создан для войны, но этот путь не для меня. Ах, это так мило! Он такой брутальный и опасный, но в то же время такой лапочка. Донесение, мой господин, нам объявился бывший легионер. Легионер? Воу, воу, фильм, подожди, я еще не подготовил зрителей к этому. Короче, все эти царственные особы, что были упомянуты мной ранее, это некие члены одной династии по фамилии Абрасекс. Это что-то типа отсылки к Дюне Дэвида Линча по роману Фрэнка Герберта. Там тоже были фамильные династии, которые друг с другом враждовали. Только в фильме Дюна всему виной был некий Спайс. Не тот Спайс. Место же Магаффин вас удивит, но об этом чуть попозже. Так, что представляет из себя дом Абрасексов? Тут у нас паренек, который любит покувыркаться с кучей девчонок в антигравитации, пафосная бабища и некто Балем, чувак, желающий смерти нашей героини. Его, кстати, сыграл Эдди Рэдмейн. Он в этом году Оскара получил. Забавно было бы, если бы его за эту вот роль еще номинировали и на Золотую Малину. Пока как-то пронесло, а зря. Переигрывает он тут знатно. ВОООООН! Также вам стоит привыкать к странному дизайну персонажей этого фильма. Дурацкие уши, носы, рожи, а кроме того, огромные летающие ящеры. Как говорится, маразм крепчал и с каждой минутой все сильней. Тем временем наша парочка, насладившись друг другом и видами города с птичьего полета, ввязалась в масштабную экшн-сцену. Внимание, вопрос. Он с бабой и передвигается только на летающих ботинках. Противники на высокоскоростных кораблях с лазерными пушками. Итак, уважаемые знатоки, кто победит? Отвечать пойдет. Борис Бурда. Покажите мне бурдом. Ну, это был достаточно глупый вопрос. Победив Орду инопланетян, Юпитер со своим песиком отправляются к помешанному на пчелах Баромиру. Серьезно, у Неда Старка, ну ладно, у Шона Бина, весь дом обвешан сотами, а пчелы летают повсюду. Как это объясняется? А никак. Нельзя просто так взять и не завести себе пчел. Оказывается, это неправильные пчелы. Совсем неправильные. Мне нравится актерская игра «Милый Кунис». О, рой пчел! О, я могу ими управлять! Круто! Когда уже перерыв на обед? Ваше Величество. Голову с плечи! Боги храните мои. Отрезали и выбросили отметины военного трибунала. А ты не хочешь получить назад свои крылья? У вас были крылья? Ангелу, чтобы стать смертным, нужно срезать крылья! Ты оказал ему услугу, глупец! Вачовский, вы сюда еще и ангелов запихали? Это самый дурацкий коктейль, что я видел. А почему я, Ваше Величество? Вас хоть раз в жизни пчела кусала? Нет. Пчелы генетически умеют распознавать королевскую кровь. Меня вот тоже пчелы не кусали. Я тоже король. У пчел, в отличие от людей, нет вопросов и сомнений. Пчелы не лгут. И опять же, мне очень нравится реакция «Милы Кунис» на все происходящее. Вы не одни во вселенной, а ну ок. Вы королевских кровей, а ну ок. Вам до скончания ваших дней придется озвучивать Мэг Гриффин. А ну ок. Короче, их опять находят. Татум стреляет в стену. Эффективно, ничего не скажешь. Фрики шарятся в ближайшем поле с кукурузой. Серые пришельцы также шарятся среди кукурузы. И тут сразу видно, что Вачовский очень любит фильм «Эм Найта Шьямалана. Знаки». Эй, Юпитер, возьми вот это. Ведь все мы знаем, что шьямалановские пришельцы боятся воды. Ха-ха! Пчелиный воск! Ха-ха-ха! Это он что, так матерится? Пчелиный воск! А какие еще фразочки в его арсенале присутствуют? О, цветочный нектар! Или это... Волосатый шершень! Или еще чего-то. Нет, я не могу, Вачовский. Что дальше? Круги на полях? Да! Потрясающий микс туфты и маразма. Короче, парочка фриков, которые очень любят смотреть друг на друга, похищают нашу героиню и отвозят на какую-то другую планету. Судя по всему, они уничтожать ее не собирались, поскольку они вроде как спасали ее. Тут сюжет заворачивается такой загогулиной, что даже начинает слегка интриговать. Каждый представитель семьи Абрасексов преследует свои цели в отношении нашей новоиспеченной королевы. И все эти их политические игры наверняка были бы интересны, если бы в фильме помимо них было еще хоть что-то вменяемое. И опять же, складывается впечатление, что все это должно было быть сериалом, потому что столько всего понапихано. Но это все так урывочно и ложово подано, что иначе как туфтой фильм сложно назвать. Итак, одна из представительниц дома Абрасексов выдает гору пояснений, так необходимых зрителю. Я вкратце перескажу. Юпитер, ты на другой планете? А, ну ок. Ты реинкарнация нашей матери королевы? А, ну ок. Мы все бессмертные и мне 14 тысяч лет. Вы какая-то вампирская раса. Нет, дура, это другой фильм. Весь светишься. Ты прекрасен. Так, не сейчас. Короче, мы принимаем специальные ванны, Юпитер, и от этого молодеем. Нифига себе. Оу, я рада, что тебя хоть что-то смогло удивить. Короче, перед вами местный МакГаффин, называемый здесь Нектаром. Хрень, с помощью которой люди молодеют и живут вечно, принимая ванны с ним. Предмет торга и причина огромного состояния семьи Абрасекс. Естественно, нашу дуру это очень сильно удивляет. Ну то есть, вообще никак. У нее что, была установка играть в фарфоровую куклу? Так что ли? Короче, во главе угла стоит косметика. Да, этот Нектар позволяет жить вечно, но по большому счету это все еще косметика. Ну и конечно же все мы помним, насколько был удачен фильм, где всему виной была косметика. Но девочкам же нравится, ведь это идеальное средство от морщин. Итак, нашу королеву внезапно сбагривают каким-то солдатом. Я не знаю, кто это такие. Мы сопроводим вас в палату Содружества на Оросе и сделаем все, чтобы вы чувствовали себя в полете комфортно. Да-да, это все понятно. Но что это за херня там сзади стоит? Орлиные носы, странные уши. Но хоботок? Хоботок это уже выше моих сил. Это что, слоненок Дамба? Далее следует одна из самых нелепых романтических сцен, что я видел. Во-первых, два безэмоциональных камня признаются друг другу в любви. Во-вторых, для любовной интриги между ними совершенно нет повода. Вот где то самое взаимодействие, которое вызвало всплеск чувств между ними? Где так называемая химия между персонажами? Кто-нибудь почувствовал ее? Когда она должна была возникнуть? Неужели все это было вот здесь? Ты цела? Кто ты такой? В-третьих, этот диалог. Теперь вы королевская семья. А я сплайсер. Вам не понять, что это значит, но... У меня больше общего с собакой, чем с вами. Я люблю собак. Я всегда их любила. Вам подходит поза номер 147, иначе называемая как по-собачьей. Ну а дальше нас ждет уголок фильма автостопом по галактике, судя по всему. Приветствую, Ваше Величество. Я межгалактический адвокат Боб. Я буду помогать вам со вступлением на престол. Заполните прошение о наследовании. Заполните форму с требованием в секции 9.18. Надо анкету заполнить и получить подтверждение Гена в отделе завещания. Воганы – одна из неприятнейших рас во всей галактике. Они не злые, но вздорные и бездушные бюрократы. Я не могу принять это без идентификационного номера из налоговой. Но это ведь не президентский бланк освобождения задержанных. Здесь отдел прошения выдачи, а не отдел выдачи. Отмечай галочками все пункты справа. Это понятно? Понял? Не туда! На самом деле этот отрывок был, наверное, лучшей частью фильма. И все бы ничего, если бы не такая очевидная аналогия с автостопом по галактике. Я все та же самая девушка. Как скажете, Ваше Величество? Разве теперь тебе хочется укусить меня? Это чудовищно. Это по-твоему сексуально? Но тут вооруженные люди во главе с Баромиром хватают королеву и отводят к еще одному представителю дома Абрасекс. Я уже даже не буду это как-то комментировать. Получается, что Нед Старк вроде как предатель. Хотя кого это волнует? Тем более, что через пару минут он опять переметнется. Нельзя просто так взять и кого-нибудь не предать. Итак, помните того типа, что летал в воздухе в окружении разных баб? Это он. И зовут его Тит. И опять я попытаюсь ускорить процесс их занудного диалога. Пойдем поужинаем. А, ну ок. Так, забудь о своем песике Татуме. А, ну ок. Нектар делают из людей, живущих на планете вроде вашей. Какой кошмар. Выходи за меня. Да, серьезно. Все происходит настолько быстро. Она тут же забывает о своем любовном интересе. Она верит безоговорочно парню, у которого на лбу написано «Не доверяй мне, я ублюдок». И, помучившись несколько минут в раздумьях, видимо для приличия, она принимает решение выйти за него замуж. Сюжет для Малахова и его древной передачи. Москва, там что вы, пусть говорят, мы с людьми отправляем не выдуманные истории, потому что невозможно молчать. Ну а тот факт, что нектар делается из людей, а наша планета что-то типа фермы, ну тут не буду лукавить идея вполне себе ничего. Она кошмарна по сути, но зато оригинальна. Ну как оригинальна? То же самое было в «Матрице». Интересно, плагиат у самих себя считается плагиатом? Однако все же эта идея также тонет в общей каше из непонятно чего. Тем временем Татума выбрасывают в открытый космос, заблаговременно положив рядом спасательные штуки, которые умеют создавать скафандр вокруг тела. Гениально. И как всегда возникает вопрос, а почему бы его просто не убить? Я принесу пушку и мы вместе его пристрелим. Будет весело. Бах, бах, труп, все. Благодаря плахбастеру по стражам галактики мы теперь знаем, что секунд 10-30 в космосе можно прожить. Однако Татум остался теперь в одиночестве где-то в безвоздушном пространстве. Каковы шансы, что он спасется? Быть может узнаем у Купера, который бывал в подобной ситуации? Или а что говорит путеводитель для путешествующих автостопом по этому поводу? Вероятность того, что в умопомрачительных просторах космоса вас подберет проходящий мимо корабль равняется одному к двум в степени 2 миллиарда 79 миллионов 460 тысяч 347. Но, видимо, на том корабле, что его подобрал, стоит невероятностный двигатель. Поэтому Татум выжил. А дебильную земную семейку Юпитер захватили в плен крылатые ящеры. А эта дура тем временем готовится выйти замуж за Тита. У нее даже не возникает мысли, почему Тит так торопится? Что конкретно с Татумом и как с ним связаться? В чем здесь подвох, в конце концов? Но свадебная церемония уже в процессе, так что некогда думать. Ну а Татум же вместе с Шоном Бином собираются брать свадьбу штурмом. Это очень рискованная операция. Прапор вряд ли останется в живых. То же самое можно сказать о Шоне Бине. Признайтесь, что с самого первого его появления на экране вы только и ждете, когда же он умрет. И вот этот штурм подходящее время для этого. И следующие несколько минут мы вынуждены наблюдать однообразный экшен параллельно с тем, как эта идиотка на пару с холеным хмырем произносят клятвы. Более нелепого дерьма я еще не видел. Тут, видимо, я должен был сопереживать и грызть ногти от волнения. Но вместо этого я отбил себе весь лоб фейспалмами. Ну неужели ты такая наивная дура? Ну нахрена тебе Татум ее спасать? Она тебя тут же позабыла и собирается сейчас выйти замуж за другого мужика. Что это за идиотизм вообще? Мистер Уайс, какой вы изобретательный и находчивый. Все было враньем от начала и до конца. Да ладно! Да раньше ты чем думала, тупая ряженая кукла? Жопой что ли? Если бы вы поженились, он бы убил тебя. Можно я его убью? Забери меня отсюда. И они просто улетают. Что? Капитан Пикард, ваш выход. Да, и Нед Старк выжил. Не тот Нед Старк. Короче, Шон Бин выжил. Не умер. Неожиданно! Так, до конца фильма осталось полчаса, а сюжет все еще продолжает намешивать кашу из ерунды. Прилетев домой, Юпитер узнает, что ее семья схвачена и ей необходимо прибыть к Балему, чтобы отречься от титула. И естественно, она, даже не подумав и не обсудив план действий со своими ребятами, тут же на это соглашается. И давайте все вместе. Естественно, это ловушка, кто бы сомневался. И так настала очередь третьего представителя Дома Абрасексов общаться с Юпитер. На Юпитере. Моя мать научила меня всему необходимому, чтобы управлять этой вселенной. Убивая людей? Я создаю жизнь! Так, тихо, парень, спокойно. У тебя же уже есть, Оскар. Расслабься. Это процесс потребления. Ох ты, ядрит твою, какую рожу состроил. Читая рецензии на этот фильм, я сталкивался с утверждением, что единственный актер, который всем здесь понравился, это Эдди Редмейн. Нет, он здесь чудовищно переигрывает. Просто все остальные не доигрывают. И он на их фоне значительно выделяется. Но, по-моему, понимая, в каком фильме он снимается, Редмейн здесь просто дурака валяет. Татум опять собирается влипнуть в экшн-сцену, пока между Юпитер и Балемом разворачивается драма о подписании бумаг об отречении от титула. Татум на одном маленьком кораблике прорывается сквозь ураган на поверхности Юпитера, за которым теперь находится... Эээ... Юпитер. Да, и ему это удается сделать. Хотя до этого боевой крейсер, или что это за посудина, не смог этого сделать. По идее, этот маленький кораблик должно было смести к такой-то матери. Но он так и прошел сквозь бурю. И теперь вся эта база на поверхности Юпитера в скором времени взлетит на воздух. Или что там на Юпитере за газ за место воздуха? Юпитер, 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 Юпитер. Что за тавтология? Отрекайся сейчас же. Естественно, песик всех уложил, спас семью Юпи... нашей дуры и дал старт финальной экшн-сцене. Отрекаться от титула наша дура раздумала, а кроме того, наградила песика поцелуем. Капитан, ворота открылись! Это эвакуация. Летим туда, наш. Я не могу. Но кому в голову пришло, что мужик, скрещенный со слоном, будет восприниматься всерьез? Он выглядит так, будто бы родители его всю жизнь растили с противогазом на лице. И его морда поневоле приобрела подобную форму. В общем, у нас тут экшн-сцена. Самое зрелищное, что тут есть, это бой Татума с крылатым ящером. Хорошо бы еще ящер не разговаривал. Ты сделал мне больно. И ты об этом пожалеешь. Ты сделал классическую ошибку. Слишком много говорил. Мы с тобой дрались. Ты помнишь, что ты мне сказала? А я помню, что ты сказала. Чувак, тебе только что по кумполу съездили. А ты так спокойно продолжаешь говорить. И умоляла меня это сделать. Ты умоляла меня это сделать! Я не могу. Ну что за истеричные выкрики? Вы представляете, как он заказ, например, в Макдаке делает? Мне один Биг Мак, картошку маленькую и колу безо льда! В итоге Балем падает. Юпитер также стремится к Юпитеру. Но ее успевает подхватить летающий Татум. Откуда он знал, где она находилась в этот момент и в какой момент ее нужно подхватывать, это останется загадкой. Кстати, никого не волновал вопрос, а почему летающие ботинки только у Татума? И почему их с него никто не пытался снять, даже тогда, когда его садили в тюремный подвал? Ладно. Юпитер с собачкой успевают спастись. Как всегда, в самый последний момент. Всем привет! Вайс? Вы где? Будьте любезны, гляньте в окно. Если вам не трудно, откройте нам шлюз. Экипаж корабля клишировано ликует, совсем как вот здесь, здесь и здесь. А Шон Бин так и не умирает, что несколько неожиданно. И в следующее мгновение Юпитер опять чистит чей-то унитаз, что еще более неожиданно. Да-да, Юпитер возвращается в свою долбаную семейку и на свою долбаную работу. Именно об этом мечтают все девчонки. Владик сказал, зачем тебе нужны были деньги. Не может быть. О, господи. Нифига себе. Пусть у тебя будет телескоп. Я даже не так много заработал. Телескоп. Кто будет с новыми подданными королевы? И что случилось с семьей Абрасокцев? Да нахрен все это надо? Когда можно показать любовь? Да, так во всех девичьих фильмах делают. Фальшивую и притянутую за уши, но все-таки любовь. Итак, что мы имеем? Перед нами каша из кучи разношерстной хрени, которая усиленно пытается быть фильмом для девочек. Но, как я и говорил в начале, фильм все делает неправильно. Героиня слишком нестандартная в плане предыстории. Сыграна она плохо, ведь она вообще никак не реагирует на происходящее. Мила Кунис очень плоха. Она как будто напялила восковую маску на лицо. Никаких эмоций, никакого удивления от происходящего. Она просто перемещается из одной сцены в другую и все. Я, конечно, понимаю, что героиня девичьих фильмов должна быть пустой. Но это, по-моему, перебор. Кроме того, любовный интерес в виде Татума, который на одну треть собака, на одну треть ангел, ух, это вообще ни в какие ворота. Но даже это не самое плохое в фильме. Отвратительно то, что в нем просто невероятное число различных вещей, которые упомянуты вскользь и перемешаны между собой самым невообразимым способом. События фильма несутся одно за другим, сменяя локации и персонажей. Не успеваешь привыкнуть к чему-то одному, как уже это отправляется к чертям, и фильм демонстрирует что-то новое. Выводов картина не делает вообще никаких. Откуда персонаж начинал свой путь туда и вернулся? Добавьте к этому практически полное отсутствие юмора и никудышные диалоги. Кучу недоигрывающих актеров и одного переигрывающего. В общем, этот фильм сделал все неправильно. Все, что мог. Жирный минус родственникам Бачевски. Не надо браться за то, в чем, судя по этому фильму, вы не мастера. Вы даже Шона Бина не смогли убить. Но однако скажу, если бы все это было сериалом, где события были бы больше разжеваны, то, возможно, его можно было бы назвать годным, с натяжкой. Но, увы, перед нами фильм. Плохой фильм. Я думал, что хуже Спиди Гонщика в Ачевске уже ничего не снимут. Но они доказали обратное. Ну, а с вами был Сокол. Ставьте лайк под этим видео, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, а также Твиттер, Инстаграм, все ссылки в описании. Ну что ж, пока! Субтитры подогнал «Симон»!